Если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча. Ну что, лёд тронулся, господа присяжные заседатели, лёд тронулся. Всем привет, вы на канале SaberShot, меня зовут Сабир. Говоря о фильмах той эпохи, эпохи советского периода, невольно вспоминаешь множество потрясающих фильмов. Фильмы, которые причислили к шедеврам советского кинематографа. «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы» и ещё целое множество других эталонов. Думая о них, на душе всегда становится теплее. Невольно вспоминаешь своё детство, когда ты эти фильмы ещё на кассете смотрел. И поражаешься качеству кадра. Теперь же времена изменились, у публики другие предпочтения. Такие фильмы на данный момент редко кому могут быть интересны. Я имею в виду новое поколение. Но экранизация сегодняшней книги мне, к сожалению, не понравилась. Что ж, представляю вашему вниманию роман. «12 стульев» Илья Ильф и Евгений Петров. Помните, ещё в мае этого года я делал отзыв на фильм «12 стульев» с Папановым и Мироновым в главных ролях? Меня фильм не зацепил совсем. Очень скучно было смотреть. Учитывая даже то, что я просто обожал все советские фильмы в детстве. И с удовольствием посмотрю один из вышеперечисленных прямо сейчас. Этот же я не могу отнести к числу своих любимых. Однако, прочитав роман, у меня появилась непонятная тяга к этому четырехсерийному фильму. Дико захотелось пересмотреть его и уже с другой стороны взглянуть на произведение. Всё это благодаря книге. А для тех, кто ещё не знает, о чём тут речь, а я уверен, среди вас таковые имеются, вот вам сюжет. Двое недолюбливающих друг друга авантюриста предпринимают попытку найти стул с запрятанными внутри него сокровищами. Остап Бендер и Ипполит Матвеевич. Эти двое та ещё парочка. Так вот, стульев такого типа оказывается целых 12. И задача усложняется из-за того, что все стулья бывают разбросанными по разным точкам города и даже по другим странам. А сокровища запрятаны лишь в одном из 12. Попытка найти и вскрыть каждый стульев, который уже принадлежат другим людям, отчаянная и рискованная. Но именно это и интересно в данной истории. Через какие только передряги не проходят наши главные герои. В какие нелепейшие ситуации они только не попадают. И самое главное, как развиваются взаимоотношения персонажей. За всем этим очень интересно наблюдать. Благодаря экранизации 1976 года, книга разлетелась на цитаты. Каждая реплика, сказанная в фильме, подходит под ту или иную ситуацию. Всё зависит от скорости и ловкости ваших мыслей. Даже в моей семье мы используем какую-либо из цитат из советских фильмов, чтобы подчеркнуть всю комедийность ситуации. Ну, допустим, возьмем эту же книгу. Если кто-то из семьи говорит что-то не в попады, не может собраться с мыслями, я говорю... ПОЧЕМ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА? Вообще, то ли из-за Андрея Миронова, то ли по духу произведения я находил сильную связь между этой книгой и книгой Джерема Кей Джерема «Трое в лодке, не считая собаки». Хоть и персонажи актера кардинально отличаются друг от друга. В этих книгах была какая-то атмосфера уюта. Приятный и остроумный юмор заставлял улыбнуться. Например, помню, как я ехал в автобусе и читал эпизод, в котором Остап издевался над отцом Фёдором. Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что ещё? Что вы молчите, как архиерей на приёме? И такого интеллектуального юмора в книге ещё целая куча. Сам Остап Бендер, как персонаж, очень колоритный и харизматичный. И в то же время нравится читателю и зрителю своей способностью общаться с людьми и крутеть-вертеть словами. Местами он прямо виртуозно манипулировал людьми. Но, по сути, он является самым обыкновенным жуликом, без капли совести. Обманывать людей ему удаётся так же легко, как нам дышать. Вообще, в этой истории за сокровищами охотились трое. Остап Бендер, Ипполит Матвеевич и многоуважаемый служитель культа Отец Фёдор. Но ни одного из них я не могу назвать положительным персонажем. С Остапом всё понятно. И Отец Фёдор оказался в итоге помешанным и алчным до невозможности трусом. А напарник Остапа, Ипполит Матвеевич, коротко Киса, сам по себе является неуверенным в себе и слабохарактерным стариком, что даёт возможность Остапу им манипулировать. Но всё же Киса не так-то прост. Он словно тот же Уолтер Уайт. Буквально Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие». В один миг у них у обоих прорезается альтер-эго, способное подтолкнуть их на любые низости ради достижения своей цели. В каком-то плане, кстати говоря, книга очень похожа на фильм «Итальянцы в России». Только вот вместо стульев там были каменные львы. И ещё одно любопытное наблюдение. Порадовала та же песня, что была и в книге Михаила Афанасьевича Булгакова «Собачье сердце». Профессор Преображенский всё время напевал себе под нос одну и ту же мелодию. Сивили до Горинаны, в тихом сумраке ночей. Помню, как сам начал после какого-то раза её подпевать. В итоге сам решил найти её. Уж больно интересно стало, что это за песня такая. Называется она «Серенада Дон Жуана». Что ж, подведём итоги. Стоит ли читать книгу? Конечно. По сравнению с другими книгами того же периода, это шло на удивление легко. Единственное, что может смутить современного читателя, это старинные понятия, бывшие в обиходе в те времена. И исчезнувшие на сегодняшний день. Роман со скромётным и остроумным юмором. Гарантирую, что вы хотя бы один раз улыбнётесь. Книга интересная, с хорошей моралью о том, что жадность и алчность в итоге губят людей. И о том, что нужно иметь голову на плечах и не позволять другим манипулировать собой. Коротко говоря, книгу стоит прочитать хотя бы раз. А экранизацию посмотреть уже после того, как вы прочитаете книгу. Поверьте мне, всем огромное спасибо за просмотр. Роман отправляется на полку. Вы представляете, ещё две книги и полка будет заполнена. Теперь мы переходим к... Подсознание может всё. Дон Кехо. Название книги говорит само за себя. Так что до новых книг и читайте больше. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова